всем большой привет приступаю к плетению корзина для новогоднего декора и для плетения буду использовать два вида трубочек обычные стандартные по 30 сантиметров и укороченные будем плести овальную корзиночку сегодня на будет не очень высокая стойки я фиксирую при помощи малярного скотча и выкладываю их на не очень большом расстоянии друг от друга стойки у меня будут одинарные везде ну корзинка будет стоять ручек мне не будет в общем то она и так будет достаточно прочная для своих целей поэтому не вижу смысла делать двойные стойки если вам вдруг нужны двойные стойки то пожалуйста вот этим первоначальными стойками я сразу закладываю то расстояние которое будет у меня по всему периметру между стойками и хочу ответить что расстояние не очень большое сейчас я возьму рулетку сориентирую вас получается от трубочки до трубочки ну это полтора чуть больше около двух сантиметров дело в том что корзинка будет пузатенькая и соответственно стойки будут расходиться поэтому это нужно учитывать при выкладывании первоначальных стоек ну и все здесь я короткие выложила далее я беру длинные трубочки и сейчас двойной веревочкой буду их проплетать соединю между собой раз ну конечно центра вала те и другие и не торопясь аккуратно проплетаю раз и все теперь у меня две стоечки с этой с другой стороны хвостики торчат все поправляю выкладываю стойки трубочки я у меня влажная из пакета то есть я их предварительно не высушиваю мне нравится работать с влажными трубочками стойками вы можете также поступать на свое усмотрение но и плетение я начну того что наращу между собой две рабочие трубочки одну подрежу под уголком краешек другой слегка срежу и прокапываю клеем все ссылки полезные о наращивании и так далее об окрашивании трубочек как накручены мои трубочки такое вы найдете в описании под видео обязательно заходите туда там много всего интересного пополам складываю их помогаю себе палочкой деревянный и завожу за первую стойку 1 стойку всегда обязательно помечаю что и вам советую но это так все знают на всякий случай вдруг кто не знает завела и начинаю проплетать сегодня буду плести любимым узором веревочка из двух классика жанра все плетные плетельщицы который начинает провести корзины всегда используют данный вид плетения потому что он очень прост и вообще я хочу сказать что хорошо фиксирует данное плетение стойки и она плотная то есть придает прочности корзине давайте я немножко сейчас камеру приближу чтобы вам было лучше видно так оплела вот эти две стоечки теперь я сейчас убираю аккуратно малярный скотч здесь цепанулу ничего страшного очень такой какой-то сильный скотч малярный прям намертво все схватывает стойки все равно будет оплетаться веревочкой все закроется но вы учитываете да то что малярный скотч может повредить плетение и аккуратно плетаю каждую стоечку на первом ряду моего плетения очень важно зафиксировать плотно все стойки при необходимости приподнимаю каркас чтобы было удобно про плести этих местах труднодоступных у меня плетение не очень плотно и хочу вам сказать так изначально повелось как бы я не старалась все равно она у меня какое-то воздушное но я не нахожу в этом минусы всегда ищу плюсы вот такое ну то есть когда я плету веревочку все равно мои все стойки они проглядываются как допустим при попытании ситца и смотрите мы подошли первоначальные вот стойки и на отмеченные у меня давайте я ее того чтобы вам было удобно ориентироваться подрежу под уголком и я обычно закрываю еды но при выплитании дна чаще этого не делаю только на стенках при выплитании стенок ряды закрываю сейчас я буду плести по спирали не закрывая тени и и дочки все сейчас уже пора наращивать и при выплитании дна я всегда наращивание делают таким образом срезы под углом за стойкой вверх на себя беру сразу шесть трубочек которые образуют три пары но понемножку и прокапываю их клеем 1 1 1 прокопала и нарасти вы на темных трубочках очень всегда сильно видны следы наращивания поэтому наращивание должно быть очень аккуратным неприметным чтобы среза у вас светлые в общем-то они закрывались и ничего не было видно так плиту здесь еще дилемма у меня я не знаю как я буду стойки методом подставления разводить или добавлять в плетение в общем сейчас я скорее всего буду подставлять ну буду ориентироваться по ходу короткие трубочки взяла ровно пополам зарезаю и начну подставлять уже во втором ряду здесь слева а на второй стоечки боковой буду подставлять справа подставляю и плетением все хорошо зажимай клеем я не прокапываю не потому что и так хорошо все фиксируется стежочками если вам нужно то обязательно конечно можете прокопать клеем здесь каждый как ему удобно так и поступает еще нужно очень хорошо контролировать конечно стойки и не давить на наши плетеные донышко когда она двигается по столу по поверхности то может повредить плетение с изнанки нужно это учитывать обязательно здесь на стоечках то же самое в общем сегодня я буду кайфовать плести старым добрым узором веревочка из двух давно я уже ему плела в основном использую для выплетания узор ситец так как короба высокие они большие ситцем я сокращаю время плетения и быстрее конечно поднимаю высоту и он красив по-своему но веревочка она для меня релакс все снова подошла первоначальной стойки и сразу на этом этапе визуально выравниваю расстояние между стоечками обязательно сейчас сразу же опять произведу наращивание плетем дальше не тороплюсь мк подробный сейчас я про плету еще один ряд зафиксирую подставленные стойки обязательно 1 последнее время мне пару человек точно писала новички пишут что при выплетании веревочки у них случаются проблемы как бы плетение стежки укладываются выше это из-за неопытности смотрите верхнюю рабочую трубочку я довожу до стойки слегка подгибаем этим пальчиком придерживаю на предыдущей стойке который уже и обнимает рабочую трубочку фиксирую слегка придерживаю и завожу за следующую помогаю пальчиком прижимаю там к плетению плотно следующую трубочку поверх выкладываю также прижимаю и плиту видите раз поджала зафиксировала стойку 5 перехватываюсь довела до стойки слегка догнула завела обмена поджала поверх следующую рабочую выложила не пытайтесь ваше плетение сделать зажатым но сильным может показаться что я применяю силу на самом деле я просто очень аккуратненько плотненько выкладываю но ни в коем случае не тяну если будете сильно тянуть то у вас поведет очень сильно плетеное дно вот мы еще рядок проплели и сейчас на этом уже ряду плетения я буду разводить вот эти свои двойные стойки помогаем себе обязательно либо спицей там палочка чем уходно но обязательно во внутрь плетения нужно что-то вести и раздвинуть там вплетение наши стойки иначе не буду сгибаться будет некрасиво мы стараемся делать все аккуратненько мне тоже не всегда идеально получается развести стойки над этим я еще работаю ну и соответственно вместе с вами смотрим чтобы расстояние между стойками было везде одинаковым возможности проплетаем если вы чувствуете да что вам тяжело стежочки выкладывать на этом ряду то проплетите еще один ряд и уже на следующем разводите стойки здесь главное сделать так чтобы вам было удобно и в то же время четко зафиксировать стойки сделать все аккуратно то есть не нужно повторять точности как это делаю я а делаете так как удобно вам и плиту дальше девочки цвет и мальчики тоже не передается камеры я не знаю почему он такой коричневый здесь кажется как будто бы он черный вот через камеру а на самом деле он коричневатый такой вот проявляющийся я буду обязательно делать фотосессию этой корзинки выставлю конечно в соцсетях вконтакте в инстаграме у меня есть также странички обязательно ссылочки оставлю в описании я на самом деле очень редко захожу в социальные сети ими почти не пользуюсь только для связи какой-то там у меня если работаю выставлены то я делаю это не очень часто даже редко очень я бы сказала чисто как портфолио для моих заказчиков поэтому пожалуйста не обижайтесь не удивляйтесь если этом редко что-то выкладываю я сейчас в основном обитаю в ю тубе ну и не было у меня времени в последнее время конечно из-за того что я болела как и все как и многие у меня стойка моя выскочила я ее поменяла на другую трубочку меня и обратно вставляю сейчас наверное подрезать придется немножко под уголком так и проплетаю очень аккуратно я стараюсь по минимуму где это не нужно использовать клей точнее то что где это не нужно где это можно не делать при не использую там я не делаю потом когда я все буду грунта грунтовать на покрывать лаком все склеится подклеится плетением зажмется никуда ничего не денется и снова до прилив еще один рядок и вот что у нас получается вот такой красивый прекрасивый то что я хотела так как вы видите да уже расстояние между стойками такой же примерно как и выкладывал я изначальные стойки и поэтому однозначно мне придется еще по одной подставлять к боковым стоечки и разводить снова и будут и про плиту до момента когда они снова выравнивается всем ну по одной ширине расстояние между друг с дружкой будет одинаковыми еще мне незадолго до этого нужно будет нарастить стойки наращивать я буду тоже короткими трубочками так как будет невысокое изделие длинные трубочки использовать незачем все равно я потом отдельно подставляю для загибки новые новые трубочки влажные и в этом смысла нет вы в общем то с а вы сами контролируете да как вам что удобнее сделать какого момента нарастить может быть изначально вот сейчас на этом этапе или позже здесь нужно немножко поработать головой ну каждый под себя может у вас будет изделие не такое маленькое как у меня я считаю для меня она будет маленькой потому что после коробов больших это вообще миниатюра для меня ну конечно устаешь плести большие вещи и тем более новогодний декор те кто может смотрел прямом прямой эфире я делаю плела крышку для короба и там рассказывал что елку в этом году мы решили не ставить по причине того что мало места в основном из-за этого и я решила сплести красивую корзинку у меня есть гирлянда так называется из искусственных веток и я хочу в этой корзинке она будет невысокая такая в общем веточки там по наставляю я уже сегодня сушила апельсины в духовке вот хочу сделать красивый какой-нибудь декор и поставлю на тумбочке у входа будет у меня новогодняя красота я на самом деле первый бой когда первый второй год когда начала плести что-то еще для нового года плева для себя и на заказ а потом уже перестала потому что большая загруженность было но в этом году я немножко релаксирую не не беру заказы единиц там постоянные заказчики только потому что потому что здоровье не позволяет опять зарезаю хотела включать моменты наращивания но коли уже разговору идет ладно на каком моменте буду же я наращивать подставлять точнее стойки сейчас не нужно подумать наверное на следующем уже ряду начну подставлять в принципе можно было и на этом мне на этом лучше ряду чтобы больше мне их про плести сильнее зафиксировать вставляю сначала слева а затем справа от стоек я это делаю для симметрии а вообще честно признаться лучше буду слева потому что с левой стороны когда подставляет стойку она четко вообще классно фиксируется плетением да так и буду делать просто тогда их вправо немножко нужно сдвинуть все отлично окей завела стоечку сразу все выправила очень нравится мне такой метод подстановки получается все срезы все закрывается плетением со всех сторон и вообще его не видно следим чтобы расстояние между стойками было одинаково и соответственно с двух сторон совпадало тела трубочки рабочие и подставляю последнюю вот еще один ряд проплели я с вашего позволения сейчас подрежу все стойки по уровню для чего я это делаю во первых я конечно же перфекционист да чтоб все было красиво и ровно вторых когда у меня все стойки одинаковые но визуально стойки все выровнены я тогда лучше визуально воспринимая само плетение ровность плетение так начинаю плести дальше мне так удобней это не не к тому что вы также делали просто поясняю что вопросы наверняка будут сейчас еще проплету рядок другой снова придется разводить стойки стойки можно сделать двойными на самом деле проще за двойными стойками первых производить наращивание и когда вы плетете без формы их проще регулировать так что если вы допустим новичок то тогда это имейте ввиду и выкладывайте лучше наверное двойные ну или если вы вдруг не захотите двойные одинарные просто знаете что с одинарными стойками с ними работать немножко потяжелее но мне так кажется так продолжаю плести красота получается немножко нужно выровнять и всегда перед первой стойкой это вот предыдущая стоечка так и норовит куда-то стать неправильно за ней нужно внимательно следить сделаю красивый декор уже мужем попросила подоставать всякие шарики гирляндочки ну буду походу что-нибудь придумывать все достану и буду смотреть как что лучше сделать а может даже и fixprice специально съезжу так смотрите сейчас я снова наверное начну разводить стойки посмотрю что из этого выйдет раздвину и посмотрю еще слишком маленькое расстояние поэтому наращиваю всегда наращивание производим за стойками потом я переверну донышко и изнаночная сторона будет у меня получается внутри изделия она все равно не будет просматриваться вся красота лицевая сторона останется снаружи окей снова наращиваю корзинка будет незамысловатая простая я очень люблю простые плетеные вещи такие классические варианты нахожу их безумно красивыми в общем для меня чем проще тем она лучше без особых вот этих наворотов рисунков конечно иногда хочется что-то это края сплести можно сплести допустим простую корзинку как это добавить не это небольшую деталь изюминку и тогда она заиграет очень-очень красиво то есть нет смысла если это будет картинка для декора до весь наряд будет сверху если так можно выразиться акцент на декор будет сделан поэтому нет смысла вы черную делать какую-то розенку всякие узоры там не знаю что-то особенно подчеркивать это будет мне кажется лишним вот начала все таки я стоечки разводить уже на этом этапе сейчас попробую ну да буду разводить сейчас мне уже позволяет сделать это расстояние между стойками повторюсь если вам тяжело на этом этапе разводить стоечки то тогда делайте через ряд плетения здесь момент такой видите вот эти стойки две должны стать параллельно друг другу и перпендикулярную вот этой вот эти две между ними на одинаковом расстоянии чтобы вам было проще ориентироваться здесь также я опускаю немножко эту вниз а эти развожу между собой но и наращивание смотрим где мне лучше сделать до доходит еще рабочий трубочку хватает не забывайте о правилах наращивания на мягкой части не производите срезы иначе плетение будет у вас по плотности отличаться и скажется на в итоге на внешнем виде изделия на качестве плетения и так далее когда вы приучите себя четко соблюдать все правила то со временем все это у вас запишется на подкорке в голове и уже механически будете выполнять наращивание какие-то моменты плетения совершать не задумываясь над тем что вы сейчас детом допустим контролировать стойки мне нужно всегда вспоминать что я делаю что прокомментировать на самом деле когда я плету я уже об этом не думаю уже механизм срабатывать что визу визуально осматриваю и вижу что что-то так или не так правильно неправильно каждую стоечку плетаю и снова развожу сразу здесь сейчас разведу и перед новым годом хочется всего столько много сплести но сейчас новый год закончится и начнется там и рождество и старый новый год и то да сё чем праздников хоть отбавляй и вариацию на тему этих праздников связано с новогодним декором и всяких плетеных изделий новогодних хоть отбавляй и новый год кончится потом наступит поэтому нас праздник 23 февраля 8 марта а день влюбленных сначала мой к дну влюбленных тоже что-нибудь надо сплести мне с вами уже пора задумываться какую-нибудь нежную красоту я всегда мечтала какую-нибудь корзиночку сплести очень тонкими трубочками но не знаю может быть ничего не могу вам обещать как жизнь сложится а то сейчас опять по наобещаю ничего не получится у меня не дай бог сразу все проверяю если что-то не так лучше на этом этапе расплести и все заново если вы вдруг расплетаете все обратно то смотрите на качество оставшихся трубочек если вы начинаете снова ими плести и видите что они не в приглядном состоянии тут что до их поменяйте и все сразу приучайте себя плести качественно чтоб все вас устраивало вот вы сейчас себя заставить и переделать другой раз третий раз уже не будете допускать этой ошибки если вы не научитесь исправлять свои ошибки принимать их то тогда вы дольше будете учиться плести правильно но лучше я сама до сих пор учусь каждый раз стараюсь все лучше лучше это делать он какой же донышко красивый но как уже мне вот вам показать свет я даже не знаю не передает не передает камера может быть под другим освещением из хотел мне так светло теперь только с помощью фотографии фото передачи и видеопередачи не немножко отличается и заметил нужен дневной свет обязательно есть такие корзины которые лучше всего фотографировать при дневном свете есть корзины которые наоборот лучше смотрятся при искусственном освещении я там тоже говорила в этом в прямом эфире что следующую корзинку буду плести также новогодние но с ручками подарочную корзину и мы ее расскажу наверное наверное расскажу о некоторых моментах при фотосъемке как правильно и и зафиксировать фотоаппаратом и разместить допустим на авито другом это нужно чем интересные очень на самом деле эфиры получились крышку я плела для короба в течение трех эфиров но так сложилось но зато очень информативно если вы еще не видели обязательно посмотрите очень рекомендую там я рассказываю ценообразование очень много таких важных на самом деле вопросов затронули моментов было очень интересно мне понравилось я получила истинное наслаждение общалась с девочками чувствовать поддержку мне было очень приятно так все сейчас я не доплела я вижу визуально что 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 я вижу что расстояние между стойками уже примерно одинаково ну то есть тут еще может пару рядочков можно сплести сейчас замеряю 20 но я думаю что до этого будет достаточно в общем и здесь уже у меня видите мягкий хвостик с поближе покажу вот он мягкий его же нужно наращивать и на этом этапе я и начну это делать обратно возвращаю плетение с этой первой стойки делаю срез так давайте приближу чтоб все было четко и видно под уголком на миллиметр два не доходя до плетения делаю срез главное плетение не приди делаю острый срез чик-чик беру короткие трубочки 20 сантиметровые обязательно прокапываю каждую трубочку клеем капельку выдавливаем вовнутрь стойки при наращивании обязательно прокапывайте клеем если не полимерным как у меня то клеем пва клей пва для наращивания также лучше использовать хорошего качества ну допустим тот который вы используете при склеивании скрутки стоечки которые я наращиваю они не сухие у меня трубочки сухие только концы и я не обрезаю конце трубочек чтобы прямо они вовнутрь в плетение ходили уже без вас нарастила стойки доплетаю до первоначальной все похоже выравниваю стоечки и вы знаете я сейчас вот стойки нарастила посмотрела внимательно и поняла что она еще донышко моё мелковатое все-таки побольше мне хотелось бы корзинку я буду сейчас опять дополнительно подставлять в этих частях где мы их разводили там буду еще по одной подставлять точно и начинаю это делать так мои раз два три четыре вот с этой стойки уже и для этого я буду использовать не короткие уже трубочки а длинные почему потому что в нижней части трубочка полая на мягкая а при подстановке нужно обязательно чтобы трубочка была твердой поэтому я лишние обрежу и буду вот такой это кусочек и буду подставлять слева от каждой стойки так все хорошо получается аккуратно разворачиваю и последние плиту дальше то же самое буду проделывать и на следующей стороне на другой но встретимся когда я снова их разведу и про плиту еще два-три ряда из вас работа была проделана приличная после того как я подставила по дополнительной стойки сделаю двойными я проплела еще три ряда дополнительных и только после этого стала разводить стойки когда я развела стойки проплела раз два три 4 5 6 еще дополнительных рядов то есть я без вас получается 9 рядов проплела чем что мы делаем сейчас вот она моя первоначальная стойка сейчас я вам покажу она у меня обрезана по не помечено доплетаю до конца до нее так здесь наверное я сделаю переход уже да по идее должна была сверху заводить за виду снизу а нет простите все правильно так заведу и вот так вот они мне мои две стойки почему я так сделал потому что я сейчас буду переворачивать свое дно здесь у меня изнанка она будет находиться внутри изделия так как в корзину будет наставлены всякие веточки то есть обозреваться мое дно визуально не будет она так и задумана и теперь я дальше продолжаю плести веревочку только буду плести слегка приподнимая стенки я сейчас задумалась вот я не знаю правильно ли я поступил давать еще раз стоит ли мне стоит ли мне сейчас делать переход нет я не решила не делать переход прошу прощения в общем тут по той причине что я изначально перехода не делала да он может визуально очень бросаться в глаза и нужно выбрать тот вариант который наиболее подходит чтобы было не был незаметен переход именно на стенках сейчас я буду стойки проплетать также продолжать веревочкой только буду поднимать их не резко вот так вот вверх да а постепенно уклоняя всего совсем на немножко я их приподнимаю конечно же побольше чем положено по той причине что они по инерции будут пытаться вернуться обратно и сейчас моя задача очень плотно проплетать эти ряды я фиксирую дно беру верхнюю рабочую трубочку слегка ее натягиваю укладываю за следующую свободную стойку стоечку слегка приподнимаю и увожу рабочую трубочку получается вниз под следующие стойки и беру нижнюю вывожу ее наверх подправляю плотно плетение ко дну и таким же образом начинаю приподнимать следующую стойку сейчас мне наращивание нужно будет производить вот с этой стороны с внутренней этой получается рабочей трубочки и этой наращивание теперь я буду делать лицом получается к стойке к себе так дальше увожу опять назад вниз продолжаю плести прижимаю рабочую трубочку здесь в этих местах наращивание нужно очень аккуратно все делать и приподнимаю стойки это выкладываем вдоль плетения под стойками верхнюю вниз теперь нижнюю вывожу наверх утрамбовывая подтягиваю до стойки придерживаю стоечку пальчиком большими 5 приподнимаю перехватываю увожу эту рабочую трубочку вниз а нижняя наоборот наверх меня их местами вдоль плетения что нижнюю стараюсь выкладывать и верхнюю чтобы мое плетение было как можно плотнее давайте еще раз эту нижнюю выкладываю под стойками вдоль плетения верхнюю обне верхней трубочка рабочий завожу и получается за стойку обнимаю увожу вниз меня их также выкладываю и теперь вдоль плетения а эту нижнюю вывожу наверх и обнимаю стойку приподнимая ее в общем принцип тот же самый мы плетем продолжаем веревочку только теперь приподнимаем наши стойки вот какой вид получается сбоку прижимаю плетение довожу до стойки рабочую трубочку прижала приподняла перехватилась увожу ее под лежащие стойки вдоль плетения вниз нижнюю беру вывожу наверх прижимаю к плетению сверху над стойкой фиксирую стоечку приподнимаю градусов где-то на 45 я их приподнимаю так теперь эту вниз меня их эту наверх на 45 градусов приподняла но видите они все равно норовят опуститься поэтому если вы будете прям немножко приподнимать они тогда вообще у вас лягут учитывайте это здесь плотно плотно стараемся проплетать на втором ряду наших мучений мы еще сильнее зафиксируем стойки и прижмем нижний ряд плетения и подходим вот она моя первоначальная стойка это следующая за не кстати тоже ее помечу подрежу здесь мне сейчас потребуется сделать переход но я х по крайней мере попытаюсь потому что плетение по спирали сбоку корзинки будет заметно очень обычная когда дно плиту плиту по спирали потом закрываю плетение подставляю новые трубочки для поплетания стенок здесь же у меня этого не получилось поэтому нужно очень аккуратно попробовать сделать переход ну делаем переход как обычно так и вот это будет самом низу поднятие стенок переход будет только при детальном рассмотрении заметены для тех кто в этом что-то понимает поэтому сделали переход вот они наши две стоечки и продолжаем плести как обычно снова еще больше приподнимаем стойки точно так же но не перпендикулярно опять теперь попроще стала заводить рабочие трубочки за стойку раз завела приподняла опять берусь за эту только что оплетенную нижнюю рабочую завожу за следующую стойку опустила рабочую трубочку в самый низ зафиксировала уплотнила приподняла еще снова стойку и продолжаю такой процесс классный веревочкой сейчас второй ряд он тоже уже поудобный но не настолько на третьем четвертом и далее рядах уже будет намного попроще то и сейчас намного проще когда стойки не лежат на поверхности все поджимая прижимаю вот он второй ряд стенки нарастила рабочие трубочки можно попробовать плести на весу но тогда я не буду контролировать подъем стоек правильный они у меня должны приподниматься плавно приближу довела здесь зафиксировала завожу за стойку уплотняю все приподнимаю можно здесь ухватиться две рабочие между ними стойка фиксирую завожу за следующую свободную стойку уплотняю приподнимая стоечку опять держи вы завела уплотнила приподняла но мне проще работать с легким подгибом по той причине что я тем самым контролирую расстояние между стойками и тогда они четко встают на своих местах подгиб я делаю все равно легкий он получается только с этой внутренней стороны которая прилегает к стойке снаружи с той стороны подгиб очка у меня получается нет аккуратно трубочку подгибаю так раз смотрю чтобы стойки мои шли ровненько вот они все у меня наклонились поправляю сразу чтобы они уже начинали свое положение принимать правильные и продолжаю проплела в общей сложности после того как стала поднимать стойки 4 ряда и сейчас ухожу на 5 обязательно по ходу плетение всего наших стоек при выплетании стенок контролируйте наклон стоечек я их контролирую смотрю с этой стороны также смотрю те стойки и если нужно выправляю их потому что они так и норовят куда-нибудь уклониться что получается подошли к нашим первоначальным стойкам закрываю ряд здесь стойки себя не очень хорошо ведут закрытие ряда нужно постоянно их выпрямлять особый контроль над ними иметь так вроде бы все стоечки стоят прямо под одним наклоном уклоном наружу я имею ввиду все хорошо сейчас мне нужно подставить дополнительную третью рабочую трубочку и я буду подставлять не длинную трубочку короткую так как у меня уже примерно длина осталась такая же как и короткой трубочки все равно ее потом придется обрезать подставлять буду раз-два и за третью подставляю методом завода рабочей трубочки за стойку так давайте я вам вот так покажу берем трубочку третью один где вот кончик трубочки дамы и по перед стойкой 2 фиксируем и заводим за третью вот так здесь обратно выводим как и положено вторую рабочую трубочку то есть у нас этот хвостик скроется в плетении удобненько так можно чуть побольше сделать и теперь плетем веревочку из трех через 2 за третью стойки я щас не выпрямляю не наклоняю просто вот как они у меня есть под наклоном так и проплетаю плотненько и аккуратненько ну и так плиту до конца ряда мне потребуется всего один ряд веревочки подошла к первоначальным стойкам начало ряда веревочки из трех так теперь мне нужно закрыть этот ряд и одну лишнюю трубочку припрятать но буду сейчас сначала буду прятать вот эту же третью которую я и подставляла справа с правой до начинаю закрывать ряд завожу ее за стойку за 100 после стойки проминают трубочку хвостик и вывожу плетение прячем увожу наружу так может сейчас я посмотрю что там получается да вроде ничего нормально здесь две трубочки рабочие так и оставляю на месте все плотненько утрамбовываю вот видите что получается частая проблема при закрытии ряда постоянно вот в этом месте небольшой подъем и сколько времени я уже плиту сколько лет будет 6 все равно такая проблема возникает и нужно под контролем все это держать причем самое главное здесь она почему-то мне наверх а вот в этом месте немножко всегда ниже плетение прям перепадик такой получается я все сейчас подправлю все будет аккуратненько эту трубочку этот хвостик я подрежу слегка увожу на себя вдоль плетения чик теперь она сейчас немножко станет назад нужно ее подклеить вы не видно у нас прячется плетение я ее потом подкрашу при необходимости вообще сверху если смотреть ее видно не будет это если вам сильно нужно можете ее подкрашивать вот этот хвостик который мы вводили наружу его нужно аккуратненько вправить тоже в плетение помочь себе можно палочка или чем-нибудь но это так называется марафет навести что все аккуратно выглядело далее я перехожу на плетение ситца как говорила и при выплетании ситца сейчас буду перпендикулярно прямо выставлять свои стоечки но не сразу резко где-нибудь там сейчас постепенно в общем то у меня четное количество стоя конечно же поэтому четным количеством нужно плести рабочий трубочек как ситец плетется все знают через одну за следующую сейчас при выплетании ситца стойки мои сами будут выравниваться прямо поэтому я особо даже усилия не прилагаю то есть как я плиту они сами будут выпрямляться обязательно покажу вам как до плиту первый ряд чтобы понимали поправляю стойки так и норовят у меня почему-то влево куда-то уходит и все я значит немножко вправо их буду уводить тогда они будут прямо вставать и будут так обманывать вот подхожу к первоначальным стоечка покажу вам вот они они мои и здесь никакие переходы не нужны если вы плетете четным количеством трубочек до рабочих на четном количестве стоек то у вас рисунок совпадает и вообще все отлично продолжаю ну и так я думаю еще пару рядов про плиту ну как говорится аппетит приходит во время еды проплела не два ряда еще а 3 заканчиваю плетение ситца получается четвертый ряд вот они мои две стойки первые вывожу их наружу из за каждой стойки смотрите что получается класс ну камеры вообще конечно блики вот эти но в естественном освещение без камеры плетенка так выглядит круто и не знаю какое я балдею вот данного цвета вот глубины текстуры выглядит очень натурально конечно вообще обалдеть я сама в шоке но я люблю такие цвета класс все теперь мне нужно выйти на перейти на веревочку из трех снова да и делаем переход сейчас я наращу мои трубочки так как уже короткие они смысла нет их оставлять я сейчас решила до использовать трубочки короткие что-то я переживаю опять чтобы не хватит трубочек ну если что на загибку тогда доделаю все так это вывела не без разницы чем плести и третью трубочку рабочую подставляем таким же образом как я вам и показывала ранее перед стойкой и и хвостик выкладываю завожу за стоечку следующую аккуратненько эту рабочую трубочку вывожу обратно этот хвостик можно вот сюда даже наверх как-то убрать чтобы он прятался сразу и начинаю проплетать веревочку из трех сейчас у меня стенки прямо стоят прямо то есть перпендикулярно поверхности на которой плиту изделий перпендикулярно дну также я проплетаю веревочку и начинаю в принципе уже сейчас но еле-еле уклонять мои стойки вовнутрь прям еле заметно буду теперь в обратную сторону и загибать стенки то есть у меня отсюда пошло плетение снизу дна под уклоном на меня а теперь от меня будут идти здесь стенки где я проплетала ситцем они у меня прямо проплетены вот такая вот задумка я сначала хотела кашпо такое сплести принципе высокая кругленькая высокая она что-то по типу светильника круглого такого плафона потом в общем-то я что-то подумала 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 подумал думаю но это вообще как-то обычно обыденно и очень долго вы нашел идею в голове что хочется же какой-то красоты в общем я не хоть не хотела чтобы мои ветки глубоко стояли как-то как куст выглядывали из моей плетеным из моего плетеного изделия что-то язык стал заплетаться ты я в голове все себе представила что короткие такие будут веточки их будет много 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 я же говорю просила мужа мне купить апельсин один зачем тебе один апельсин давай я тебе мандарин куплю зачем ты апельсины я говорю нет не нужно бельсин он один не нужен какой-то но объяснила что он плотный он сначала у меня совсем не понял дотошный такой я ему сказала что мне нужен для декора но он вообще не сообразил что такой за декор затем апельсина и стала же я его сегодня сушить но залезла в интернет быстренько прочитала что да как как его сушить кто там пудрой его посыпает кто как там аэро сушилка какая-то в общем если есть такая вещь конечно классно у меня просто духовка плита указывая минимальные градусы на 140 смотрите какая фактура ой 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 сейчас я вам покажу нет не передает только здесь веточки вот эти вот видны но и так как так классно и в общем на противень аккуратно выложила где-то по 0 6 миллиметров сделала дольки толщиной вот видите вообще класс и стала подсушивать периодически переворачивала они начали немножко пригорать со временем в общем приходилось не духовку выключайте приноровилась выключала включала прогревала ее но не прям так достаточно хорошо подсыхает если что имейте ввиду а то где ладно в городе может где-то можно купить специально специальные такие наполнительные для декора да и все остальное у меня здесь моем селе ничего такого и не купить совсем поэтому женщины выдумщицы большие и все делают своими руками как могут вообще на селе народ по-другому живет и праздники по-другому ощущаются все я уже можно сказать на финишный прямой для меня это уже изделие под подходит концу потому что я вижу что все получается я радостно я честно немножко переживала что вдруг не получится то что я задумывала я примерно прикинул поскольку сантиметров не нужно проплести рядочки мои каждое плетение в отдельности переходы толщине толщина расстояние между стойками общем все все прикидываешь вроде но переживания не есть переживания я же вот говорил да одно дело когда плетешь по какому-то уже известному эскизу мастер-классу а другое дело когда ты плетешь не знаю чего то придумал все в голове а что у тебя получится неизвестно но с одной стороны тоже это так загадочно что же получится в итоге и очень классно что можно плести без формы это хороший тренажер для ваших рук для развития моторики вообще превосходно непередаваемо девчонки класс вообще класс я довольна как слон так стоечки слежу за стойками то что сейчас по обрадоваюсь все у меня пойдет не так красота я не знаю вообще можно конечно я еще такое еще в планах у меня было здесь если сделать допустим пошире это плетение ситцем до сюда можно кружево какое-нибудь приделать потом белое и будет красиво смотреться или можно допустим здесь покрыть плетение от веревочки из 2 из 3 сразу этим господи как называют это не тонирует не тонирует изделие сейчас я вспомню это слово в общем белым цветом покрывают вылетела из головы это же надо такое ладно сейчас я вспомню когда хочешь что-то вспомнить ничего не вспоминается наращиваю кстати я между прочим вот на этом изделии для новичков показала все три главных узора которыми можно пользоваться как делать переходы закрытие рядом оплетание дна подстановку стойка представляете сколько важной информации обалдеть так и вот подошла первоначальным своим трем стойкам получается раз по три и опять также закрываю ряд довела до стойки промяла вывожу наружу подтягиваю все аккуратненько не сильно а эти две вывожу наружу буду им дальше веревочку плести но и опять у меня здесь моя проблема кстати наглядный пример когда ой в этом классно плетете вот есть тоже у каждого плетельщика своей проблемы своей погрешности быть сколько бы я не плела вот шестой год плиту и каждый раз одно и то же а вы знаете что было раньше это же был тихий ужас даже не тихий а громкий ужас был и вот теперь это здесь провал здесь выше здесь мне приходится всегда приподнимать все здесь опускать все выровняла плиту дальше обычной веревочкой так я вспомнила это слово потяную патиной покрывать в общем здесь покрыть патиной вот кроме плетения и ситца здесь снизу и сверху но я прям не жалко покрывать данный цвет патиной он настолько выглядит натурально в общем возникла такая ситуация сейчас 1 2 3 4 ряд доплела закрыла его вот и у меня осталось ровно только трубочек сколько хватит на выплетание еще двух рядов на загибку я собиралась дополнительно красить и обрабатывать трубочки а потом же сижу и думаю у меня хвостики еще такие приличные они попробовать ли мне вспомнить какую-либо другую загибку вообще его и вам ее показать в общем если я не ошибаюсь это загибка называется изида она выплетается при помощи плетения закрывается и тех хвостиков которые еще торчат стоечек наших и так проплела пятый ряд подошла к первоначальным стойкам закрываю его поправляю все еще раз смотрю плотняю и теперь загибка но я не буду врать точно это изида или нет но в общем загибка на остатках стоек и так проплела пятый ряд пока стоечки мои слегка увлажнялись здесь уже поистрепала стоечки вспоминала как это делается смотрите по моему так две первоначальные стойки продолжаю плести веревочку из двух завожу по рисунку уклоняю стоечку выкладываю за ней параллельно вывожу также наружу таким вот образом сейчас подниму повыше чтобы вам было видно вот хвостик прям сюда еле зашел но здесь они у меня самые короткие далее беру опять по рисунку начинаю проплетать за стойкой плотно очень все выкладываю эту стоечку следующую уклоняю выкладываю за ней вывожу конец сюда и так же дальше плиту все правильно я делаю вроде бы то так укладываю уложила вот что получается опять этот хвостик получается буду подрезать прям перед стоечкой чик и закрывать его следующий вот этой рабочей трубочкой перед стойкой его прям хвостик подрезала закрываю завожу так я еще не уверена все делаю как там не страшновато укладываю стойку опять параллельно рабочей трубочкой за ней выложила и этот хвостик перед стойка который остался у меня торчит я его подрезаю перекрываю рабочей трубочкой и мне сейчас здесь нужно нарастить рабочую трубочку и следом как то так что то что туда получится любом случае нарастила давайте еще повыше камеру вот так суховато конечно стойки остались не постараюсь этот хвостик я подрезала рабочей трубочкой его перекрываю и завожу по рисунку за следующую стойку плиту веревочку теперь эту стойку который уже обогнула я укладываю вправо за рабочую трубочку параллельно ей так обнимаю и теперь этот хвостик который торчит стойки мои предыдущий загнутый я его подрезаю аккуратненько перед стойкой чтобы хвостик остался маленький кончик так что тут там такое торчит все обнимаю рабочей трубочкой и и проплетаю дальше совожу вкладываю вот ты моя стоечка короткая хвостик вкладываю эту рабочую трубочку отвожу чуть сторонку подрезаю хвостик предыдущие стойки перед точкой следующий так и дальше проплетаю вот смотрите что получается здесь залом получился у меня на сухих стойках практически я работаю я как будто в первый раз ту загибку делай может по моему я когда-то ее очень-очень давным-давно плела но я уже не помню когда это было очень давно это лет пять точно было назад пять лет назад когда я еще выдумывала свои языки это загибки а теперь даже их и не вспомню на двойных стойках помню одну загибку сделала потом пыталась повторить ничего не получилось так здесь немножко можно приподнять ну в общем продолжаю так подхожу к началу загибки и в общем что я поняла там все равно хвостички они торчат вот который я под углом обрезала дальше я перестала обрезать под углом обрезаю по-другому прямо то есть только стойка заканчивается сразу прямо чик вот так выкладываю стоечку обнимаю этот обрезочек рабочей трубочкой завожу за стойку опять завела все поджала опять чик покороче завела обняла так здесь хвостичек опять чик подрезала по рисунку обняла за завела обняла так здесь подрезала и теперь мне нужно что сделать мне нужно было здесь занимать место вот сюда здесь нужно было трубочку вставлять теперь я должна завести ее по рисунку так получается и следом за ней обрезок трубочки тоже пытаюсь подтягивая главное ногти не переломать вроде что-то получилось подтягиваю все этот хвостичек подрезаю и что мне нужно а ничего мне больше не нужно мне получается загибка окончена не просто нужно рабочие трубочки эти срезать поправляю здесь загибку так да все верно также там сплетение подрезаю подрезала этот хвостичек тоже слегка отодвигаю и подрезаю ну вот они у меня пенечки ну так вот лучше видно вот видите их видно но я их подкрашу их видно не везде и только только вот если снизу смотреть вверх ну в общем как то так здесь в принципе у меня получился маленький перепад лишь зато из этой причины что нужно было здесь мне занимать место подставлять трубочку имейте ввиду ну для первого можно сказать раза это очень даже и неплохо ну и при помощи кисточки и вот раствор оставшегося для обработки все хвостики обрезанные которые были видны я подкрасила где получились заломчики там у меня в нескольких местах на стойках сухих все я в общем убрала и там где у меня снизу был переход на веревочку из трех я уже не помню где начало то мои вот здесь где-то вот там тоже я все подкрасил в общем а вот 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 они эти места вот здесь и здесь ничего не видно все отлично теперь все это подсохнет и я буду покрывать корзинку лаком кстати сейчас света передача что нужно вы видите какой цвет он просто бесподобный он проявляется там есть глубина цвета игра цвета супер просто невероятно очень красиво все я на этом закончила на сегодня плетение кашпо подставки для новогоднего декора спасибо что были со мной надеюсь все понятно было если остались какие-то вопросы пишите в комментариях обязательно на них я отвечу и на этом у меня все следующем видео обязательно покажу как я буду декорировать корзинку спасибо всем еще раз за просмотр и до новых встреч пока 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 пока